В Новосибирском оперном театре премьера. Завтра публика увидит новый балет «Корсар» в версии петербургского хореографа Александра Амара. Сейчас на большой сцене завершается генеральный прогон. В зале только сотрудники театра и журналисты. Среди них мой коллега Алексей Кудинов. Алексей, здравствуй, тебе слово. Новосибирский театр. Великие хореографы и Перо, и Петипа, и Гусев. «Корсар» впервые публика увидел еще в середине XIX века. Можно сказать, что сегодня этот балет как такое лоскутное одеяло. И музыка звучит совершенно разных композиторов, не только Адама. И огромное количество номеров было привнесено или наоборот купировано. Вот в этот раз новосибирцы увидят премьеру версии Александра Амара. Со временем налетает пыль, можно сказать, на мизансцены, они обрастают какими-то ненужными, совсем нетворческими вещами. Это все нужно со временем как бы чистить. Ну как уборку проводить, да. Ну а раз уж ты затеял уборку, то почему бы не генеральную? В этой редакции особое внимание уделено боям, таким боям жизненным, то есть я бы даже сказал каскадерским. И нам приходилось лично осваивать эту технику. Постановщик Александр показывал лично, как владеть оружием. И относился к этому моменту очень кропотливо, поэтому вот это и заставило окунуться в ту реалию пиратской жизни, о которой здесь рассказывается. Балет получился короче, чем какие-то нам привычные версии, три действия. Вот первое шло 27 минут, второе чуть ли не, но все основные моменты есть, и новые танцы появились. Очень красочная постановка, вот и очень рады и художник, и автор этой версии Александр Амар тому, как встал корсар на нашу сцену, потому что вот эту версию в Петербурге делали изначально, но для нашего театра, конечно, масштабировали постановку, декорации и вот совсем иначе смотрится. Но вот мы возвращаемся, наверное, сейчас в зрительный зал, чтобы досмотреть эту постановку. Сейчас напомню только про гун, а официально премьера балета «Красар» завтра. Светлана. Алексей, спасибо. С нетерпением ждем премьеры.